Флюр. Ну что там. Хорошая. Соладона. Работает. Приветствую всех зрителей моего канала. Сегодня у нас речь пойдет о карповом поводке, который в последнее время на языках многих спортсменов, рыболовов. И мне часто задают вопросы, Володя, в чем феномен вообще этого поводка, почему на него так будет. Вообще на моем канале есть видео на данный поводок, но я обещал вам все качественно переснять, чтобы было понятно, с размерами. И есть некоторые нюансы, которые за это время выяснились, поменялись. Я вам обязательно о них поведаю. Это поводок с флюрокарбона. Так он выглядит с мягким волосом. И его основное преимущество в том, что его можно использовать без стика. И вероятность того, что он запутается, очень мала, потому что используется жесткий поводковый материал, плюрокарбон. Его можно использовать как с монотонущими насадками, как с комбинированными. Некоторые даже используют с поп-апами или вафторсами, которые тоже сейчас очень модны. Преимущество второе в том, что рыба, которая берет эту оснастку, она, как правило, имеет очень хорошую засечку. И за счет, опять-таки, своей жесткости у него нет возможности у рыбы освободиться, когда она мотает головой. Это может выплюнуть оснастку. Здесь жесткий материал ей это мешает делать. Ну, давайте приступим к изготовлению. Какой флюрокарбон использовать, здесь уже дело каждого. Сейчас на рынке огромный ассортимент, там, от бюджетных до дорогих. Пришли сейчас по совету на проверенных импортных. И еще у нас закончился кордовский мягкий материал. И будьте внимательны, есть у них еще такой вот мучтрап. Это для изготовления чодов. Он очень жесткий, в данном случае не подойдет. Говорю, ассортимент огромный, некоторые даже используют просто толстые лески диаметром 0,35-0,40 мм. Это наиболее-таки два распространенных диаметра, которые мы используем, но чаще стараемся в сторону меньшего. Так, что нам еще потребуется для изготовления? Набор метальных инструментов. Обязательно мягкий поводковый материал абсолютно любого производителя. Можно использовать и в оплетке, только оплетку нужно снять. Ну, логичнее и дешевле использовать сразу готовый мягкий. Силиконовая трубочка, в зависимости от того, который вы используете, крючок. В данном случае мы будем вязать на маленьком крючке шестого размера формы White Gate. Итак, в принципе, все. Вяжется он достаточно просто. Отмеряем порядка 10 сантиметров мягкого материала и делаем обычную петельку с одним узлом. Чем тоньше этот будет у вас поводковый материал, с которого формируем мы непосредственно волос, тем лучше. Потому что он, по сути, его функция только удерживать насадку. Некоторые используют даже очень тонкие плетенки. Отрезаем лишнее. И у нас получилась аккуратненькая петелька. Берем силиконовую трубочку и отрезаем 2 миллиметра. Я использую маленький диаметр, поэтому с помощью иглы очень удобно ее сюда насаживать. Есть. Все, такая у нас получается заготовочка. Если вы используете комбинированные насадки, можно сюда сверху поставить силиконовую бусинку. То есть стоппер, который удерживает, будет более плотно прижимать две составляющих вашей насадки. Будь то пелец там с поп-апом, либо комбинированный. Дальше берем и фиксируем между пальцев нашу трубочку. И в сторону петли протягиваем крючок. Свободный конец нашего волоса продеваем вниз в сторону жала крючка. Сверху вниз. Есть. Воспользуемся инструментом для отмерки волоса. Мы, как правило, делаем под маленькие насадки. И волоса 14 миллиметров вполне достаточно. А если необходимо вам сделать чуть длиннее, вы можете воспользоваться стопорками-удлинителями. Фиксируем, натягиваем волос и заводим его в обратную сторону. Теперь, или можно было заранее отмерить, с порядка 30 сантиметров флюрокарбонового материала. В первом видео я делал такой замысловатый узел из флюрокарбона, который в дальнейшем самому даже было сложно повторить. Он очень неудобный, но мне рассказали более простой, обычный способ. Это безузловой узел, который используется для формирования обычных поводков. Мы свободный конец продеваем вверх и фиксируем его с правой стороны волоса. И начинаем закручивать на себя там, где цельная проволока от крючка. Порядка 5-6 оборотов для данного флюрокарбона будет достаточно. И просовываем его в обратную сторону, то есть к жалу крючка. Теперь нам необходимо потянуть за два конца флюрокарбона. Один фиксируем в руке, вторым с помощью вот таких кусачек аккуратненько затягиваем, без фанатизма. Все. У нас получается вверх смотрят три конца. Один флюрокарбоновый, второй мягкий волос и наш сформированная петелька. Нам, соответственно, нужно отрезать два лишних конца, оставив одну петлю. Теперь переворачиваем крючок и буквально одну капельку клея на вот этот безузловой узел. Есть в пользу обычный момент профи, дешевый, без всяких проблем отлично фиксируется. На линейке формируем необходимую длину. Как правило, это стандартные размеры 15-17 сантиметров. Формируем петельку и делаем узел восьмерку. Здесь самое слабое звено получается вот этот узел, где, как правило, и происходят обрывы. Если вы хотите использовать более тонкий флюрокарбон, то можно воспользоваться специальными зажимными аксессуарами. Давайте сейчас мы его выпрямим заново. Не буду затягивать. Это обычные металлические зажимчики, которые мы одеваем на наш флюрокарбон. И с помощью цангов или обычных плоскогубц, кому как больше нравится, мы и формируем петельку. Плюс его в том, что здесь нет узла, нет того самого звена слабого, а просто флюрокарбон фиксируется. Лишний флюрокарбон мы обрезаем почти под корешок. И наш поводок готов. После того, как вы его связали, он имеет непонятную крювую форму, плохую презентацию, его нужно обязательно выпрямить. И флюрокарбон отлично этому поддается. Лайфхак, как это быстро сделать. Вы навязываете поводков, фиксируете их на поводочнице, а затем просто над чайником, либо дома феном, один раз прогреваете, и они застывают, получается идеальной формы. Вот, в принципе, и все. Берите себе на вооружение, если вас на рыбалках мучают постоянные сходы, и вы не знаете, как их решить, попробуйте использовать данный поводок. Я думаю, что результаты вас приятно удивляют. Единственный его недостаток, это достаточно долго вязать, ну, по сравнению с обычным классическим поводком. Но иногда стоит лишний час посидеть, заготовить поводочков, зато на соревнованиях, на рыбалках будет меньше досадных сходов. На этом все. Спасибо всем за просмотр. Огромное спасибо, кто ставит пальцы вверх. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok